Девушки отдыхают Обратиться в труху, в прах. Российские СМИ и ряд телеграм-каналов начали сообщать о некоем чрезвычайном происшествии возле дома предателя Олега Царёва во временно оккупированной Ялте. Ночью 27 октября к его дому начали съезжаться машины правоохранителей и кареты скорой помощи. Сам Царёв с ночи не отвечает на телефонные звонки. Пропагандисты заявили, что он был найден в собственном доме с ранениями. Впоследствии сообщение о том, что в Царёва стреляли, появилось и в его телеграм-канале. В публикации говорится, информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Пока это вся информация. Царёв – это тот пример коллаборантов, которые так никогда и не становятся для Кремля своими. Их используют в своих целях, а потом выбрасывают на помойку, когда они перестают быть нужными. Для Кремля они остаются людьми второго сорта. Люди с обоих сторон. Это всё не кончается. Я до сих пор плохо представляю, что мы могли захватить какой-нибудь областной центр. Но это надо кардинально перестроить наши войска. Поэтому сделать какой-то мощный стратегический прорыв – это вряд ли получится. Я думал, Олег, вы меня уже не шокируете. Нет, всё-таки вы способны шокировать таким откровением. И, кстати, господину Царёву я бы советовал не привносить в российскую политику вот эти украинские нотки. Вот это надо через губу и хамить всем, кому он считает для себя возможным хамить. Срочная новость, которая пришла буквально только что в аннексированном Крыму, в собственном доме, было совершено покушение на Олега Царёва, известного коллаборанта, бывшего народного депутата Украины, который ещё в 2014 году открыто перешёл на территорию России, помогал России захватывать Донбасс. Ну и с тех пор больше в Украине, естественно, не находился, а переехал жить на подконтрольную России территорию. Гауляйтер Запорожской области Рогов пишет, что Царёв в реанимации в тяжёлом состоянии и что он был найден у себя дома с огнестрельными ранениями. Не знаю, на момент записи этого ролика пока Царёв ещё жив, не знаю, что будет, выживет ли он или нет, но пока что сразу уже можно говорить о предварительных версиях того, что произошло. И на самом деле уже я вижу, как в российских телеграм-каналах обсуждают, естественно, главную версию, которую сейчас в России и сделают основной, что на Царёва было совершено покушение по заказу украинских спецслужб, что с ним расправились за антиукраинскую пророссийскую позицию, за то, что он коллаборант. Хотя на самом деле, как бы ни казалось очевидной эта версия, есть и другая версия, которую в России, конечно же, сейчас никто не будет упоминать, будут стараться всем максимально обходить. Но на самом деле, правда, ещё и в том, что Царёв в последнее время допускал достаточно жёсткую критику действий российских властей. Ну, я уже не говорю о том, что он фактически поддерживал, ну, в такой мягкой, неочевидной форме, но поддерживал Пригожина, ЧВК Вагнер и фактически мятеж Пригожина. То есть он оправдывал, во всяком случае, то, что произошло. Он не называл Пригожина предателем, то есть в какой-то степени он это оправдал и поддержал в мягкой форме в своём телеграм-канале. Ну, а ещё, помимо этого, Царёв регулярно в своих интервью допускал такую жёсткую критику, в которой он рассказывал, что Россия, например, ну, официальные власти России бросили фактически пророссийских деятелей Украины, никак не помогали. То есть фактически он постоянно обвинял Кремль в том, что он предал вот это пророссийское движение Украины. Это я цитировал в своих блогах. Во-вторых, Царёв постоянно упоминал о том, что Россия совершила огромную ошибку, что Путин провалился, спецоперация провалилась, что российская армия стала посмешищем, что Россия настолько бездарно провела вот это нападение на Украину, что в Украине теперь, наоборот, выросли антироссийские настроения, и вся эта спецоперация, так называемая, кончилась провалом. Царёв говорил об этом регулярно, и мои постоянные зрители и подписчики об этом знают, потому что я все его такие подобные интервью всегда разбираю. Я делаю обзоры, я выкладываю сюда на YouTube-канал, в свой телеграм-канал. У меня есть целая подборка уже таких видео, где Царёв признает, что власти России совершают серьезные ошибки, очень жестко их критикует, и, конечно же, очевидно, что эта критика Кремлю очень не нравилась, как не нравилась и симпатия Царёва, явные симпатии Царёва к Пригожину. Кроме того, Царёв недавно, это тоже произошло буквально несколько месяцев назад, что важно, наехал на Кадырова, то есть на Кадыровцев. Он заявил об этом, и я тоже разбирал это в своем видеоблоге, что люди Кадырова, подконтрольные Кадырову, разграбили захваченный Мариуполь, то есть они фактически присвоили себе металлургический комбинат имени Ильича, который когда-то был второй по размеру комбинат в Украине. Царёв открыто написал, вообще абсолютно так, я бы сказал, не боясь, да, смело написал, что да, кадыровцы разворовывают Мариуполь, они грабят этот завод, распиливают его на металл. Мне уже тогда показалось это довольно странным, даже для Царёва, который не очень всегда блистал умом, но он всегда говорил, он всегда допускал такие очень жесткие высказывания. И за эти высказывания ему прилетало. То есть его открыто на канале Соловьёва, и сам Соловьёв, и другие ведущие подвергали критике, они на него набрасывались, они называли Царёва предателем, они называли его, что он, значит, какой-то двойной агент, что он специально вбрасывает какие-то антироссийские месседжи, что он, возможно, работает на Украину. Я сейчас покажу вам эти фрагменты, вот, давайте посмотрим, как это было. Ну, слушай, Олег, а что ты разнылся? Ты советы нашей армии даёшь? Ты нам сейчас даёшь советы про то, что наша армия делает так, что не так, что получается, что не получается. Олег, очнись, а! Кто вы такие? Вот эти все Стрелковы-Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны, кто вы такие? Вот эти все, кто в этой сеточке, они всё это знают. И вся вот эта патриотическая литературная гопота, пусть внимательно посмотрит. Я бы сейчас им советовал к нотариусу сбегать, на всякий случай распорядиться своим имуществом. В случае, если меня и так далее. Через троеточие, там уже всё остальное. Потому что начинается зачистка этого пространства. И, кстати, господину Царёву я бы советовал не привносить в российскую политику вот эти украинские нотки. Вот не надо через губу и хамить всем, кому он считает для себя возможным хамить. Господу Царёву, вот выпил, отойди от компьютера, знаете, как раньше говорят. Не пиши. Вот спокойнее надо чуть-чуть быть. И, конечно же, учитывая эти заявления, эти обстоятельства, откровенные угрозы, которые озвучивали Царёву, вот эти государственно-российские пропагандисты, история с ним не кажется такой однозначной. То есть, понятно, что очень легко объявить покушение на Царёва делом рук украинских спецслужб. Это очень всем в России удобно. То есть, они там не запарились, сказали, что Пригожин себя взорвал случайно гранатой, обнюхался там в самолёте. И совершил то ли суицид, то ли по неосторожности. Сейчас они расскажут, что, конечно, тут всё понятно, это украинские спецслужбы Царёва ликвидировали. Но, как мы видим, не всё так однозначно. У него было очень много врагов и в России на самом высоком уровне. Его заявления очень сильно раздражали. И, конечно же, ещё вот этот момент, он очень важен, что мы понимаем, что после серии покушений, опять же, непонятно до конца, кто за ними стоял. На вот этих всех украинских коллаборантов, на предателей, на военкора татарского, на Дугина, на Захара Прилепина. Конечно же, после этого понятно, что были усилены какие-то меры безопасности у всех, кто в группе риска. То есть, очевидно, что у них была охрана, за ними устанавливалось наблюдение, там российские правоохранители смотрели. Царёв не бедный, он жил, у него точно там охрана на территории. И то, что это с ним произошло, как говорят, да, зашёл какой-то человек и в его собственном доме в него стрелял. Это уже тоже говорит о том, что вряд ли спецслужбы Украины так бы профессионально всё организовали. Это точно делали какие-то люди, которые, скажем так, имели такой доступ к Царёву. И они были уверены в том, что Царёв, как бы охрана Царёва ничего не сделает, эти российские спецслужбы ничего не сделают. В общем, история очень мутная. И версию о том, что на Царёва совершено покушение именно российскими спецслужбами или какими-то связанными с Кремлём структурами, я бы не отметал. В принципе, я бы не расстроился, если бы узнал, что на него совершили покушение украинские спецслужбы. Потому что, я напомню, это именно тот человек, который фактически в 2014 году разжигал войну на Донбассе. Он сработал таким классическим провокатором. Он приезжал, поднимал людей на баррикады, кричал идти на референдум. И потом, как только началась стрельба, сбежал с Донбасса и ни разу за 9 лет там не появился. То есть подставил людей под войну, под огонь. И сам убежал, разжёг огонь, а сам отсиживался далеко. То есть уже за это одно Царёв, конечно, может быть покаран. Но я бы также не сбрасывал со счёта версию участия российских спецслужб. В любом случае, как бы там ни было, факт остаётся фактом. Быть предателем своей стороны и коллаборантом очень плохо и опасно для здоровья. Подписывайтесь на канал, будем дальше следить за этой ситуацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова